Краснозаводский городской парк. Он является продолжением аллеи, идущей от ДК «Радуга». В 90-е годы здесь работали аттракционы и кипелая жизнь. Слева от меня располагались лифты и лодочки, сзади автодром. В данное время территория практически не используется, но в скором времени ситуация может измениться. Парк в Краснозаводске всегда был местом притяжения горожан. Взрослые и дети приходили покататься на аттракционах или просто прогуляться. Теперь эта территория выбрана жителями для конкурса по созданию комфортной городской среды. Рассматривались также плотины микрорайона Возрождения, сквер в районе площади Родултовского и зоны отдыха поселка Зеленый. Краснозаводск у нас молодой город, город, в котором у нас нет таких общественных территорий, где можно было бы людям гулять и отдыхать. Поэтому приняли такое решение, постановлением главы, которое было 26 февраля. Мы подались на заявку, что мы хотим попробовать поучаствовать в конкурсе и выиграть данный конкурс. У нас было голосование. За парк проголосовали 597 человек. Сейчас территория благоустройства определена. И начался следующий этап голосования. Теперь уже по пожеланиям по наполнению парка. Они будут учтены при проектировании. Проголосовать можно онлайн по ссылке на сайте ТВР24, а также очно в администрации Краснозаводской в Центральном отделении МФЦ в Сергиево-Посаде. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. И впервые был проведен в 2018 году. В рамках конкурса в округе уже были реализованы проекты благоустройства площади Пухова в Пересвете, набережной Келарского пруда, а в этом году закончится благоустройство бульвара Кузнецова. Итоги конкурса этого года будут подведены осенью. Артем Исаев, Антон Коврежных, Евгений Шевченко. Программа События.